Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Не забывайте подписываться на мой канал Лайка Эмили, потому что я стараюсь снимать по возможности для вас новые мукбанки. У нас здесь шаурма, донер и вот такой вот салат заказала. Будем пробовать. Он с курицей, с болгарским перцем и с каким-то очень вкусным соусом. Как мне объяснили и нахвалили. У нас здесь донер уже даже горяченький. Давайте начнем с него. Доставили мне все быстро. Это другая доставка. Давно у нас не было именно томбика и донера. Не шаурма, а донера. В общем, должна рассказать вам конец истории с моими квартиросъемщиками. Чем все закончилось? В общем, вчера пришел мастер и должен был посмотреть комби. Он посмотрел и первое, что он сказал. Мы здесь понажимали, говорит, кнопок. Скорее всего, говорит, вы хотели поменять режим. То есть там есть зимний режим и есть летний. А сейчас как раз все потихоньку включают отопление. И они, видимо, не посмотрев книжку, как это делается, просто начали на бум нажимать кнопки. Это привело к ошибке. Естественно, когда мастер это сказал, они начали отрицать, что нет, мы ничего не нажимали. Вдруг увидели, что нету горячей воды. А отопление включать еще рано. Дома не холодно. Я вот читала комментарии. Не знаю, чем слушают некоторые люди. Кто-то пишет, Айка, надо было покупать новый комби. А с чего вы взяли, что он старый? Он новый. На гарантии. И в этот раз к нам пришли. И, получается, бесплатно его починили. Хотя, если, например, вызвать специалиста, даже просто если он нажмет одну кнопку какую-то или вставит в розетку ваш комби, просто из-за того, что он пришел, ты уже должен заплатить ему хотя бы тысячу рублей. Не знаю, как везде у нас так. Мне сказали, что впредь уже вы будете за это все оплатить. Если был бы заводской брак в комби, то он выявился в течение двух месяцев. А если вы будете в попад нажимать на кнопки, каждый раз выключать, например, свет из общего, он, естественно, будет выдавать ошибку. Мы сели поговорить с моими квартиросъемщиками. Я им объяснила. Например, вы на моем месте. Вы сдаете квартиру. Три месяца вашей квартплаты сейчас уходит на новую стиральную машину. Сейчас, не дай бог, через месяц опять испортится комби. Если вы не знаете, где, что, как делать, просто не нажимайте кнопки. Я им предложила такой вариант. Я говорю, давайте в дальнейшем, если что-то ломается, например, сейчас сломалась розетка, цену которой вы хотите вычесть от квартплаты, правильно? Они говорят, да, правильно. Я говорю, теперь впредь, если что-то будет ломаться, давайте 50 на 50. То есть половина платите вы, половину плачу я. При таком расчете вам не будет охота что-то ломать, так скажем. И что вы думаете? Они не согласны ни за что платить. Даже 50 на 50 они не согласны. Я еще заметила, что на кухне занавеска, точнее не занавеска, а вот эта тюль, она была порвана в одном месте, но я уже не стала об этом. Но просто я понимаю, что люди какие-то небрежные или ненормальные, не знаю, как назвать таких людей. И когда мастер пришел и говорит о том, что вы хотели поменять режим, понажимали тут кнопок, поэтому он выдает ошибку. Не знаете, на что нажимать, не нажимайте. И они такие, нет, мы ничего не нажимали. и само по себе произошло. Просто знаете, если в год у людей ломается, например, что-то одно, или, например, в полгода что-то одно ломается, я готова за это платить и как-то покрывать расходы. Но когда в течение двух месяцев постоянно что-то у них ломается, что-то не так, то окно на балконе, то розетка, то комби. это, во-первых, меня настораживает, во-вторых, я не получаю никакой пользы от того, что вы живете в этой квартире. Так зачем? Пусть лучше она пустует. Какой-то бред. Я им в очень культурной форме объяснила, что если вы не согласны покрывать расходы 50 на 50, а ломается все у вас, то я не согласна дальше продлевать с вами срок аренды квартиры. Ну, посудите сами, всего два месяца. Окно, розетка, стиральная машина и сейчас комби. И некоторые умники пишут в комментариях, не надо бы его покупать. Так комби-то новые, розетки-то новые, а что они ломаются? Вообще, я вам так скажу, комби требует уход. Хотя бы год, где-то два раза его нужно чистить. И по-любому за это нужно платить каждый раз, правильно? Ну, когда новый, его не надо чистить, понятное дело. Я не сдаю квартиру дорого. Что сказать? Ой, все включено, не пальтесь. коммунальные, например, я плачу за квартиру. Но мне немного. Получается, за однокомнатную квартиру я плачу 400 рублей. 450. Я в шоке была просто, когда узнала, сколько в России стоят коммунальные услуги, а не по 5 тысяч платят. Прикиньте, это дофига. Единственный плюс, у вас там, по-моему, центральное отопление. Это очень круто. Но все равно коммуналка очень дорого. Вы знаете, сейчас резко из-за того, что квартиры подорожали, сейчас съем жилья тоже подорожал. Поэтому, если эти квартиросъемщики они съедут, я даже буду рада. Они платят только на месяц вперед. То есть, каждое первое число месяца они мне платят. И все, и на следующий месяц они остаются. То есть, нету такого, что они мне заплатили за полгода, и теперь мне надо возвращать их деньги. Почему я это вам рассказываю? Мне кажется, это опыт. То есть, что-то случилось со мной, вы делаете выводы. Мне кажется, я предложила идеальное решение, что окей, за окно я заплатила, за розетку, да, купила новую стиральную машину. Хорошо, что комби был на гарантии, мне не пришлось платить. А в следующий раз, если опять что-то ломается, будем платить пополам. И они мне такие, нет, мы не согласны, типа. Я им объясняла, что если и дальше будет все ломаться, мне просто не будет выгодно сдавать квартиру. Лучше она уж будет пустая стоять, но зато там все будет работать и в нормальном состоянии. Все-таки, ну будем говорить откровенно, человек зачем сдает квартиру? Чтобы получать какие-то денежки. А если я наоборот еще больше вкладываю туда и нифига не зарабатываю, зачем мне, чтобы эти квартиросемщики там жили? Я говорю, ну тогда ищите себе другую квартиру, если опять что-то сломается, я не собираюсь скоро платить. Вы знаете, как-то подозрительно все ломается. Еще хочу заметить, есть такие люди, у которых все всегда ломается. Вот я замечала, и у нас его не верим. Например, одна девочка купила телефон, ходит с ним, например, лет пять, у другой где-то через полгода он уже глючит, не работает, весь исцарапанный и так далее. Насчет мебели вроде все нормально. Я так, знаете, мельком не стала прям проверять каждый угол, это как-то, мне кажется, не тактично. как же вкусно. Вчера съела сколько? Штук, наверное, 60 пельмешек, прикиньте, на ночь, в час ночи. Проголодала, съела, чувствовала себя такой счастливой. В общем, разговор с квартиросъемщиками закончился не очень приятным и не знаю, будут ли они дальше жить или лучше найти других. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что делать. Я им предложила и другой вариант. Я говорю, вы снимаете мою квартиру за 350. Я вам предлагаю уступить 50 монат и платить теперь 300. Но, пожалуйста, меня не дергайте. Если что-то сломается, чините это сами. Старайтесь как-то аккуратно обращаться с вещами. И они как будто, знаете, чувствуют, что сейчас еще что-то сломается. И нет, да ну нафиг, не надо нам это. Ни на какие мои условия они не согласны. И после того, как я сказала, что ищите другие варианты. Неохота переезжать и все дела. Прикольный салатик. Я все больше и больше склоняюсь к тому, что я не человек бизнеса. Абсолютно. Я не умею договариваться с людьми. Это вообще прям не мое. Не могу жестко сказать, что вот так, вот так вот. Да. Вот сейчас я снимаю видео, я вот думаю, блин, какую тонкость я недорассказала, что я именно не сказала. Потому что, когда я монтирую видео, я думаю, блин, я не сказала это. Здесь я неправильно выразилась. Мои родственники, когда снимали квартиру, их хозяйка тоже чинила комби, когда он ломался, но у них это происходило раз в два года. А здесь в два месяца уже пять раз что-то у них там не так. Было очень вкусно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.